Здравствуйте, уважаемые друзья! Вечер пятницы Город в ночной жизни, несмотря на поздний час И сегодня у нас вопрос на повестке дня о том Такие жидейские вопросы, скажем так Которые касаются тех людей, которые сюда приехали Если человек приезжает сюда в качестве иммигранта И у него вдруг заканчивается национальный паспорт То есть ли возможность получить, сделать свой загранпаспорт Новый загранпаспорт в Канаде, на территории Канады И, соответственно, если у вас есть карта резидента То можете ли вы приехать по карте резидента в свою страну И иметь при этом просроченный паспорт То есть вот два таких вопроса Они, собственно, довольно-таки Ну как, житейские, потому что я часто слышал Такого рода вопросы вот где, которые здесь живут И что я могу сказать Начнем с того, что никаких проблем Технических проблем для того, чтобы сделать свой загранпаспорт Национальный в Канаде нет Для того, чтобы вы сделали себе паспорт в Канаде У вас должна быть либо какая-то там чрезвычайная ситуация Типа у вас украли паспорт Или там он был как-то очень сильно испорчен И с ним невозможно путешествовать по миру Либо вы должны находиться на территории Канады В качестве постоянного резидента Или по рабочей визе То есть иметь долгую визу И тогда, или седичную визу И тогда, собственно, услуги консульства, посольства Вашей страны, в вашем полном распоряжении Что получается? Получается так, что вы просто обращаетесь в ваше посольство И говорите Так и так, я хочу сделать паспорт И вам, по идее, не могут показать Вам этот паспорт сделают очень быстро, очень оперативно По срокам, кстати, по поводу оперативности По срокам Насколько я знаю В общем и целом Паспорта делаются в течение месяца От месяца до 3-4 месяца В зависимости от страны Раз И от того, насколько К человеку возникали какие-то вопросы Со стороны национального правительства С вашего места Поэтому В общем и целом Раньше была такая идея Что, типа, если ты не являешься Выписавшимся и прикрепленным к консульству Тогда у тебя большие проблемы Длинные сроки Для того, чтобы сделать паспорт Сейчас Практически показывают Что Наличие у тебя регистрации На территории твоего консульства То есть Что ты являешься прикрепленным гражданином к своему консульству Никаким образом не влияет На сроки получения паспорта Что те, кто прикреплен Что те, кто не прикреплен Если у вас Нормальная, обычная, стандартная Жизненная ситуация Осложнение и так далее Все это занимает примерно Месяц времени на оформление Ну, опять же Вы платите пошлину Вы записываете на прием К консулу Отвечающий за все эти дела Приносите все необходимые документы Вы даете их И, как я уже сказал Через месяц Примерно Вы получаете Это на работу Теперь, что касается второго вопроса Вопроса о том Можно ли приехать по карте резидента На территорию Канады С просроченным паспортом Нет, нельзя По карте приехать Потому что По закону Вы обязаны езжать На территорию страны На основании своего Национального Награмпаспорта Даже если он просрочен Это никак не влияет на то Что Вы не попадете в страну Потому что Как гражданин страны Вы обязаны Во-первых Приезжать по своему Национальному паспорту А во-вторых Как гражданин страны Вас обязаны Пустить на территорию Своей страны Поэтому Даже не сбивайте голову По карте резидента Еще раз говорю Что Вы въехать не можете По закону Потому что Вы обязаны Езжать всегда 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 По своему Национальному паспорту Есть товарищи Которые говорят Вот я получу Гражданство Канадское И тогда я буду Приходить в свое посольство Получать визу И по нему Въезжать И так далее Обычно Когда ты подаешь На национальную визу В свою страну Там указывается Место рождения Если у вас Место рождения Указывается Это страна Откуда вы Где вы получаете Визу Соответственно Это сразу вызывает Вопрос со стороны Консула Который занимается Визами И вы должны Тогда показать Что вы не являетесь Гражданином страны Что вы там Не знаю Либо отказались от него Либо вы родились В этой стране Но при этом Вы не Проживаете на территории То есть вы не проживали На этой территории В тот момент Когда эта страна Стала страной Да То есть Как мы помним 91-92 год Период Когда распался Советский Союз И соответственно В этот период Те люди Которые на этих территориях Жили Они автоматически Получили гражданство Этих республик Теперь этих государств А Те люди Которые Уехали оттуда Соответственно Они на Право На получение Этого самого Гражданства Либо потеряли Либо Его надо Как-то доказывать Да Поэтому Соответственно Получить визу Будет Не очень просто Если у вас Есть паспорт И к тому же Если вы Получаете визу И у вас При этом Есть гражданство То есть Риск Что вы попадете На нехорошую ситуацию Ибо Ибо Это Насколько я помню Насчет уголовного Не помню А то Что административное Дело Это точно Что вы Въезжаете На территорию Своей страны По визе Потому что Это идет Противоречие С правилами Въезда Людей На территорию Своей страны Вы Попадаете На штраф Ну Опять же Для этого Вас должны Конечно Поймать за руку И вопрос в том Поймает вас за руку Или не поймает Так что Вот На вопрос ответил Надеюсь Что Вам это поможет Сориентироваться В вашей ситуации Здесь в Канаде Всем удачи Всего хорошего До свидания Пока Пока